Сегодня митинг, завтра голодовка. Наши дети без будущего. С такими лозунгами пришли на субботний пикет дольщики группы компании СУ-155. История с недостроенными домами тянется не один год. Более десятка многоэтажек уже должны были быть сданы в эксплуатацию. На деле заложен только фундамент и плиты. Новость о банкротстве СУ-155 для людей стала последней каплей. Всех нас объединяет только одно. Мы хотим жить в своих квартирах. Разрешите провести небольшую идентификацию вас. Поднимите, пожалуйста, руки те, кто сам писал письма в контролирующей инстанции. Поднимите руки еще те, кто подписывал коллективные письма. Посмотрите, как нас много. Я хочу сказать вам спасибо. Спасибо за то, что вы проявили свою позицию. На митинге собралось более 200 человек. У каждого своя история. Но ни один из них не может понять, почему компания с более чем полувековым стажем в одночасье обанкротилась, а они остались на улице один на один с долгами и ипотекой. Все мы поверили. Да, шикарный сайт, работающий сайт, отдел продаж на территории Иваново. Застройщик сам присутствует в городе Иваново. Застройщик, который строит дома, жилые комплексы по всей территории России. Среди присутствующих многодетные мамы в улучшение жилищных условий они вложили все свои сбережения и материнский капитал. Расторгнуть договор и забрать финансовые вложения не могут. По закону в течение двух месяцев они должны отдать нереализованный материнский капитал обратно в пенсионный фонд. Но вариант того, что компания вовремя вернет деньги, маловероятен. У нас семья потратила последние практически деньги, которые мы могли себе позволить купить квартиру. Мы хотели улучшить свои жилищные условия, жилищные условия детей. То есть у нас в нашем литере очень много мамочек с материнским капиталом, которые вложили последние деньги. У нас люди, которые продали свое единственное жилье, живут в однокомнатных, двухкомнатных квартирах с родителями, для того, чтобы просто улучшить жилищные условия именно детей. То есть ущерб себе, главное, чтобы у детей была какая-то там крыша над головой и свое собственное жилье. А в итоге, получается, мы сейчас у полного развитого корыта, мы не знаем, что делать. Сроки постоянно передвигаются на год, а то и на два. 38-й дом на улице Рапфаковской должны были сдать еще в декабре 2014-го. Сейчас строительство заморожено, и когда возобновиться, неизвестно. В этом году, в декабре, мы должны уже были заселиться. Но сдачи никакой нет. У нас литер первый у дома, по идее, должен был первым и построиться. А у нас там еще построено всего полтора этажа. То есть, они строить начали буквально в этом году, только где-то в июне, в июле. Выкопали котлован, поставили несколько плит. Перед присутствующими выступил зампред Владимир Шарыпов. Он рассказал, что правительство области активно сотрудничает с инициативными группами дольщиков и старается решить проблемы на федеральном уровне. По его словам, жилищно-коммунальная катастрофа сложилась из-за неправильной кредитной политики компании. Доложено о проблеме президенту Российской Федерации. Соответственно, принято решение о том, что будет санация группы компаний СУ-155. Мы пока не можем точно рассказать, как она будет проходить, какой процесс. Данные сведения будут по итогам работы комиссии, которая создана при Минстрое, куда у нас ходит Коньков Павел Алексеевич, который будет, безусловно, защищать интересы дольщиков, которые пострадали в результате действий группы компаний СУ-155 в Ивановской области. На данный момент на разные стадии строительства в нашем регионе находятся 13 домов, застройщиком которых является СУ-155. Пострадавших 2800 человек. Люди сравнивают сложившуюся ситуацию с когда-то гремевшим на всю страну делом о пирамиде МММ. Однако в правительстве региона не устают повторять. Проблема в скором времени разрешится. Озвучить точные сроки никто пока не берется.